Приветствую, друзья! В Украине боевые действия продолжаются, и тем не менее, российская армия взяла некую тактическую паузу для того, чтобы перегруппироваться перед дальнейшим наступлением на Славянск. С учетом того, как развиваются события, то можно сделать вывод, что то, что происходит в Украине, это далеко не традиционная война, потому что на самом-то деле, российская армия уже давным-давно могла просто уничтожить все мосты через реку Днепр, и таким образом, очень сильно затруднив вооруженным силам Украины просто перебрасывание вооружений на Донбасс, ну и в тот регион, и таким образом, там военная операция начиналась совсем по-другому. Но тем не менее, мы видим, что и в Херсонской, и в Запорожской области российские войска стоят в обороне, они дальше не идут, не проводят атакующие действия. Мы видим медленное продвижение на Донбассе и в Харьковской области, тем не менее, это продвижение обусловлено тем, что российские войска максимально экономят силы, и, конечно, максимально минимизируют свои потери, давая вооруженным силам Украины время даже для того, чтобы они потянули резервы для того, чтобы действительно, получается, уничтожить на Донбассе весь военный потенциал ВСУ. Отсюда мы можем сделать вывод, что та война, которая сейчас идет на территории Украины между Западом и Российской Федерацией, она планируется россиянами вдолгу. И сейчас мы видим, что абсолютно большая часть украинских территорий сейчас находится на содержании, по сути, у западных стран. А это, как мы знаем, экономически достаточно затратная история. Как говорится, политика – это концентрированная экономика, а война – это еще более концентрированная экономика. И мы видим, что сейчас Российская Федерация, по сути, повесив в ерму в виде Украины чисто в финансовом и в экономическом плане, то это достаточно проблематичная история. И это понимают как в западных странах, так и, конечно же, в Российской Федерации. И многие могут сказать по наивности, что вы ничего не понимаете, на Западе деньги печатают, у них там безлимитное их количество, поэтому им даже все ни почем. Но, тем не менее, это не так. Мы видим сейчас, что на антироссийских санкциях цены скачут и в Европе, и в Соединенных Штатах Америки. У них сумасшедшая инфляция, и от антироссийских санкций больше страдают именно они. Но, тем не менее, если мы возьмем как Украину, как ермо для Евросоюза и для Соединенных Штатов Америки, то вы должны тоже понимать прекрасно, что, например, топливо, которое завозится сейчас Евросоюзом в Украину, такого раньше никогда не было. И это для Евросоюза, и, естественно, для всех западных стран это ермо, потому что им нужно то топливо, которое потребляли они, теперь завозить в многомиллионную страну Украина, чтобы там его потребляли. И тут получается, что западные страны попали в интересную ситуацию. Если раньше не за валюту, то есть за доллары, евро, которые они сами печатали, они вывозили с Украины максимально все интересующие ресурсы, то есть там зерно, лес и все остальное, то сейчас мы видим, что по факту вывезти они с Украины очень мало в принципе вообще, что могут, а только нужно завозить, завозить и завозить. Причем помимо топлива, оружия и так далее, и, конечно же, платить зарплату целой армии украинских чиновников, различных коррупционеров, так называемых правоохранителей и так далее. И весь этот балакан нужно оплачивать. Скорее всего, именно поэтому Российская Федерация действует на территории Украины ограниченными силами только контрактников, без привлечения срочной службы и не переходя в такую полноценную войну. Таким образом, мы видим, что России даже ограниченными силами удается носить тяжелейшие поражения в СУ. И это можно продемонстрировать даже на выставке трофейного вооружения в городе Лисичанск, которая прошла буквально на днях. Давайте послушаем. То есть, эта техника, эта трофея исключительно из Лисичанска. Огромное количество. На этих кадрах вы видите трофейную технику вооруженных сил Украины, которую оставили в городе Лисичанск. Ведь нам рассказывал Зеленский о том, что это тактическое, плановое, задуманное, стратегическое отступление. И тем не менее, мы видим, что гигантское количество техники, даже исправное более или менее, просто бросили в городе Лисичанск, потому что Лисичанск попал в окружение. Но тем временем Украину продолжает раздирать коррупция и мародерство. Об этом уже пишут даже депутаты от Зеленского. Такие, как Базуглая, которые напрямую уже обвиняют ряд различных украинских комбатов в том, что они не бойцы, а они просто мародеры. И если об этом говорят уже депутаты Верховной Рады Украины, то что говорить за простых украинцев? Но тем временем в западной прессе начинают публиковаться различные слезливые, плаксивые статьи касательно того, что, оказывается, наемники, когда ехали в Украину, они-то думали, что там все будет хорошо, а там оказалось такое, чего они просто не могли себе представить. Они таких боевых действий себе просто не хотели. В тех войнах британские и американские военные могли рассчитывать на возможность запросить авиаудары и другую важную поддержку. Но в Украине украинские военные и иностранные добровольцы, так называемые, вынуждены сражаться с более крупными и лучше вооруженными российскими силами, без элементарных вещей и таких, как постоянное питание и даже некоторые инструменты современной войны, которые могли бы помочь уравнять хотя бы шансы. И тут мы видим, по сути, попытку западных СМИ аргументировать американскому и европейскому обществу, почему их наемники начали бежать массово с Украины. Потому что, как известно, их туда загоняют, конечно же, большими зарплатами, но, тем не менее, даже большие зарплаты, собственно, не помогают, потому что очень многие начинают оттуда просто бежать, как от огня от этой Украины. Примечательная деталь, что если бы это были обычные наемники, то, конечно, обычные наемники никогда не могли бы попросить у американской армии там артиллерийскую поддержку или авиационную поддержку. И в таких вот интервью западной прессе, по сути, эти наемники признаются, что они, по сути, являются просто солдатами армии Британии и Соединенных Штатов. По этому поводу Соединенные Штаты обратились к Москве для того, чтобы американских солдат Москва все-таки признала комбатантами, чтобы на американских солдат, которые сейчас массово находятся в Украине, все-таки распространялись различные международные конвенции в отношении комбатантов. Такие просьбы Соединенных Штатов Америки к России, они не случайны, потому что, как известно, очень мало вот этих наемников, они публичные, а теперь вот эти вот наемники начинают массово попадать в плен. И в плену сейчас у Российской Федерации ни один, ни два и даже не десять американцев. Ну а без признания американцев и британцев комбатантами, по факту на них не распространяться будут различные международные конвенции, и их ждет смертная казнь. И здесь, я думаю, что каждому британскому и американскому наемнику, которые сейчас воюют в Украине, очень важно, чтобы хотя бы это работало, чтобы они четко понимали, что их не ждет смертная казнь, если они попадут в плен. Друзья, теперь небольшое, но важное объявление. Все видео, которые я не могу по различным причинам выложить на Ютубе, потому что здесь есть масса ограничений, я выкладываю у себя в Телеграм-канале. И там у меня гораздо больше интересной и важной информации для вас. Поэтому подписывайтесь, не забывайте, ссылка в описании и первым комментариям под видео. На этом фоне Зеленский начинает постепенно понимать, что Российская Федерация, конечно же, не остановится, и у них в планах зачистить абсолютно всю территорию Украины от различных националистов, бандеровцев и прочей нечисти, которую так активно плодили нам западных стран последние 30 лет. Ну и, конечно, Зеленский уже начинает понимать, что с учетом того, как развиваются боевые действия, то к бандеровской различной нечисти и националистам уже давным-давно причислили и его вместе с всей его зеленой командой и тех людей, которые сейчас его поддерживают. Именно поэтому сейчас весь украинский олигархат метаются, как дикие свиньи, пытаясь разобраться, что же делать, когда активы начинают исчезать, и когда просто начинают схлопываться их различные темы бизнеса, и когда их просто уже поставили в такие условия, что либо они исчезают и просто забывают вообще про Украину, либо все-таки их ждет то, что различных националистов и бандеровцев, потому что они по факту 30 лет занимались вскармливанием всем этих персонажей. И здесь такие фамилии, как Коломойский, Экметов, Пинчук, Суркис и так далее, это прекрасно знают. А на этом фоне на саммите большой двадцатки американцы уже заявили, что Украина – это не ваша страна. Это, конечно, было адресовано Российской Федерацией. Судя по всему, Соединенные Штаты Америки хотели все-таки напомнить Российской Федерации, что Украина – это их страна. А тут, получается, знаете, по этому поводу начался конфликт. По этому поводу Путин сделал ряд заявлений там, где дал определенно четкий намек западным странам, что на самом-то деле история с Украиной только лишь начинается, потому что Российская Федерация, как говорится, даже еще не начинала по полной втягиваться в эту историю. На этом фоне особо нелепо выглядят различные вбросы от так называемой британской разведки, которая заявляет, что украинская армия наступает в Херсонской области. Только, знаете, наступление там настолько секретное, что не говорят просто, какие поселки все-таки переходят под контроль ВСУ. Поэтому, знаете, вот такое наступление, оно вроде как бы и есть, а по факту его нет. Ну а тем временем в Польше начинаются интересные процессы, потому что многие поляки уже начинают задавать вопросы. А кого мы в Украине поддерживаем? И почему Зеленский и все его окружение, они все-таки больше походят на последователей Бандеры? А с бандеровцами, знаете, у поляков свои счеты. Вот, кстати, один из поляков, например, напоминает, что в Украине оказывается запрещен фильм «Волынь» про волынскую резню, которую строили, как известно, любители Бандеры, которых сейчас Зеленский сделал национальными героями. Поэтому сейчас у поляков потихоньку начинается серьезный диссонанс, что вроде бы как бы то, что сжигали поляков ни в чем не повинных раньше различные там полюбители Бандеры, то это плохо, а сейчас получается поддерживать последователей вот этого самого Бандеры, это получается хорошо, и это каким-то образом сейчас пытаются объяснить польскому народу польские политики. Но тем временем ци Евросоюза и для правительства Шмагаля начинают поступать реально тревожные звоночки, потому что, оказывается, Еврокомиссия заблокировала кредит в полтора миллиарда евро для Украины. Если еще месяц, два или три назад такие новости со стороны Еврокомиссии казались невозможными, то теперь уже мы видим, что Еврокомиссия начинает вставлять палки в колеса, когда в Украину просто пытаются закачать гигантские суммы денег. Я думаю, также это обусловлено тем, что в Евросоюзе начинают постепенно понимать, что Украины в старом формате ее уже практически нет, и будет в любом случае другая Украина, которая явно не будет выплачивать те сейчас кредиты, которые так активно Евросоюз ей накидывал. Также не стоит забывать, что у Евросоюза сейчас серьезные проблемы и сумасшедшая инфляция. Но если просто сравнивать, то, конечно, инфляция в Украине все-таки гораздо выше и круче, нежели и в Евросоюзе, и не в каких-то других странах, потому что даже по официальным данным инфляция за месяц практически скакнула до 20%. На этом фоне разгораются интересные события вокруг Бородянки. Это поселок возле Киева, туда, куда зашли российские войска, и эту Бородянку после этого, конечно же, обстреливали из артиллерии, ВСУ, ну и, конечно же, добавляли системами залпового огня. Таким образом, дома в той Бородянке в большом количестве были уничтожены, и местные жители сейчас просто начинают активно требовать их восстановления. И несмотря на то, что рассказывают за десятки и сотни миллионов долларов, которые выделяют на восстановление Украины, по факту конкретно дома в Бородянке восстанавливать никто не планирует, и местные жители уже начинают подозревать, что эти деньги давно разворовали, и, собственно, им придется самим восстанавливать все вот эти разрушенные украинской армией дома. И мне почему-то кажется, что Евросоюз и прочие страны явно не будут помогать жителям, ни Бородянке, ни каким-либо другим, потому что у них у самих серьезные проблемы, потому что вот уже ФРГ, вернее, Германия уже начинает фактически воду отключать, чтобы максимально сэкономить, потому что цены на газ настолько космические, что по факту нужен хоть какой-то газ сохранить для экономики, а даже этого не получается. И таким образом мы видим, что Германия очень жестко закручивает гайки, причем не только себе, а и стараться будет через Еврокомиссию закручивать гайки всему Евросоюзу. На этом фоне, конечно, Евро начинает падать, и он уже, по сути, сравнялся по цене с долларом. Такого, как говорится, не было в принципе вообще в истории Евросоюза, но, тем не менее, это реалии, в которых сейчас живет Европа. Поэтому пока жители Бородянки требуют от Евросоюза, от Зеленского, от Папа Римского, от Илона Маска, чтобы им кто-то восстанавливал жилье, то в это время в Мариуполе Российская Федерация уже строит мариупольцам жилье, причем раздавать его будут бесплатно. Мало того, это все выделяется как деньги, которые направлены на развитие, то есть это не будут кредиты, которые нужно будет отдавать следующим поколениям жителей Херсонской и Запорожской областей. Это все мог бы прокомментировать, конечно же, Зеленский, но я думаю, что он просто не станет этого делать, потому что сказать ему здесь просто нечего. А вот комментировать, например, отставку Джонсона Зеленский и может, который уже рассказал, что, оказывается, по версии Зеленского, каждый украинец просто, знаете, опечалился в связи с отставкой Джонсона. Естественно, Зеленский соврал, потому что я, как украинец, я не опечалился, и наоборот, знаете, у него приподнятое настроение стало в связи с отставкой этого персонажа, который явно делал все для разжигания войны на нашей земле. Я уверен, что миллионы украинцев точно так же настроены, как и я, и после таких новостей по отставке Джонсона у них также приподнялось настроение. На этом, друзья, у меня все. Не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, потому что там можно всегда больше сказать, чем на ютубе. До скорого!